Всем привет, друзья! Это обзор 220 главы манги One Punch Man. Наконец-то! Осталась лишь одна глава, и мы с вами будем в строю. Знаете, вы очень сильно мне помогаете приятными, добрыми словами поддержки в комментариях. Почти каждый из вас желает мне всего хорошего, и чтобы я справился со своими проблемами в жизни. Благодаря вам их становится все меньше. Да, пока что мне очень сложно, да и времени бывает мало, чтобы заняться Ютубом. Но я правда очень стараюсь, и вы действительно очень сильно меня мотивируете. Отдельную благодарность хочу выразить донатерам. А также подписчикам на Бусти Дмитрий Кондрин и Баттлборг. Спасибо вам, друзья! Канал существует благодаря вам. Для тех, кто тоже хочет поддержать меня донатом, ссылка будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Что ж, а теперь давайте перейдем к обзору манги. На обложке нас вновь встречает красотка Фубуки. Видимо, Мурат понимает, что это любимый персонаж многих фанатов. Ну, мы этому только рады. Так вот, глава начинается с того, что Черна с бродягой пристают к Сайтаме с просьбой впустить их домой. Сайтаму предлагает Форте и остальным героям А-класса поставить на кон этих собак. Тот, кто проиграет, заберет их к себе. Форте соглашается, и они идут на парковку, где полно места для битвы. Итак, битва начинается. Форте врубает музыку на полную, на своей волне. И тут Сайтама начинает ему что-то кричать. Он снимает наушники и говорит, типа, «Чё хочешь, сдаться?» И тут же его сбивает машина Фубуки. Сайтама кричал ему, что его сейчас обьет машина. Но из-за музыки он ничего этого не услышал. И он говорит, что опасно ведь слушать музыку во время битвы. Кстати, Сайтама прав. Это очень опасно слушать музыку на дороге. Не только во время сражения, но и вообще. Так что будьте всегда осторожны на дороге. Итак, из машины сразу выходят Фубуки. И Сайтама начинает ее обвинять в том, что это она сбила этого парня. Фубуки лишь спрашивает, что он там делает, и неужели он там живет. Тот отвечает, что да, ибо его дом разрушили. Вот так он и переселился туда. Фубуки благодаря своей эсперской силе почувствовала что-то присутствие с такой же силой. Она скорее всего думала, что это ее старшая сестра Татсумаки приближается. Но это был странный тип в маске, который припарковался на очень крутой машине под штабом Ассоциации Героев. Фубуки стала не по себе, и она позвала с собой Сайтаму. А тот, отдав собак героям А-класса, сваливает вместе с Фубуки. Которая позвала его типа как в качестве особенного члена А-класса группировки Метель. Те же ребята из этой группировки были в шоке, узнав, что Сайтаму поднялся так быстро до А-класса. Так вот, Сайтаму оставляет Черноса и Бродягу Дикси, Жабе и Форте. Но говорит, что они типа по очереди будут о них заботиться. Блин, интересно, что Ван и Мурата будут дальше с ними делать. Наберется ли сил Чернос, что будет с Бродягой? Напишите свое мнение в комментариях. Итак, Сайтамы вместе с Фубуки и остальными спускаются в секретный подвал Ассоциации Героев, где они заключили самых опасных монстров и людей, в том числе и тот, ради которой Фубуки и пришла. Это Псайкос, основатель Ассоциации Монстров, также известная как Геро Геро, который и пришел тот самый тип в маске, похожий на Джокера. По их словам, она почти наравне сражалась против Тацумаки. Сотрудники Ассоциации говорят, что с поля боя им не удалось достать никакую информацию. И этот человек тут как раз таки для этого. Это спонсор Ассоциации, которому они передают Псайкос, так и не узнав от нее ничего. Этот странный парень называет себя участником организации Цукиоми. Это означает Бог Луны. Услышав это, Псайкос приходит в ярость. Но тот просто взмахом руки заставляет ее крикнуть Яматы Кудасай. После чего та сразу вырубается. Этот жуткий тип говорит, что он пришел сюда не пытать ее, а провести сквозную трепинацию черепа у себя в лаборатории. Это операция на мозг, целью которой является вся память, которой обладает Псайкос. Так они узнают все, что ей известно. Пока Сайтама и остальные спускаются по лифту, Фубуки вспоминает случай на поле битвы, когда она встретила потрепанную Псайкос, которая хотела сбежать. Но Фубуки нашла ее и остановила. Оказывается, они раньше вместе учились, и они очень даже хорошо знали друг друга. Фубуки просит ей сдаться, что ассоциаций монстров больше нет, и что все кончено. Но та лишь разозлилась, и вспомнила, что она всегда стоит у нее на пути. Нам показывают флешбек, где когда-то они сидели под деревом, и Фубуки запечатала ее силы. Когда Псайкос начала втирать своему обществу сверхъестественных исследований, истребить все человечество, все были недовольны, говоря, что это бесчеловечно, жестоко, неправильно, но Фубуки на это наплевать. Она просто хотела превзойти свою сестру и оказаться на вершине мира. Но ей рядом никто не нужен. И она решает, что Псайкос ее враг, а враги должны быть уничтожены. Далее мы возвращаемся в первый флешбек. Начинается Махач. Псайкос говорит, что она не та школьница, которая была. И сейчас она расправится с ней. Начинается настоящая битва, которую никто не ожидал. И на этом глава заканчивается. Очень круто видеть, что Мурат не просто перерисовал прошлые главы, чтобы изменить или добавить что-то новое, а сделал это с помощью флешбеков. Так мы заполучим новый бой, которого не было в Вепке. Ну или я просто ошибаюсь, и так было запланировано изначально. Так или иначе, я этому лишь рад. Думаю, будет очень интересно наблюдать за их боем. Я уверен, что абсолютно каждый со мной согласен. Друзья, это был обзор 220 главы. Скоро я сделаю озвучку этой главы, так что не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. И да, всех с наступающим Новым Годом! С вами был Аниманго. Всем пока! Поставь лайк этому видео и подпишись на канал. Субтитры сделал DimaTorzok